В первое воскресенье Великого Поста Православная Церковь празднует Торжество Православия. Этот праздник совершается в память о всех подвижниках, посвятивших себя распространению христианства. В честь праздника Торжество Православия, Преосвященный Лазарь, епископ Нарвский Причудский, совершил Божественную Литургию в Нарвском Воскресенском Кафедральном Соборе. Преосвященному владыке сослужили и романах Илья, и духовенство собора. В конце литургии был совершен чин Торжества Православия. И эта служба представляет собой Торжество Церкви над всеми когда-либо существовавшими ересями и расколами. В нем утверждается не только православное учение об иконопочитании, но и все догматы и постановления Семи Вселенских Соборов. Благословляются не только иконопочитатели, но и все живущие и отошедшие ко Господу в вере и благочестии отцев. Чин Православия совершается на середине храма пред иконами Спасителя и Божьей Матери. Глупчие беззакония прекратятся. Истинная жеребовь до царствия в сердцах наших. Молитесь, истинный Бог наш, молитвами причистою своей Матери. Святой славности охвально к апостолам, преподобных и богоносных Отец наш, святых славных, добропобедных мучеников, святых и праведных богатых. После окончания богослужения епископ Лазарь поздравил молящихся с праздником и обратился к верующим с архипастерским словом. Лично поздравляю вас, дорогие отцы, братья и сестры, с воскресным днём, с праздником торжества православия, с праздником победы Христовой истины над всеми злоучениями, над всеми заблуждениями и ересьми. Сегодня, наверное, из нас с вами мало кто знает об этом празднике, хотя и называет себя христианами православными, но если спросить, наверное, из ста процентов, которые себя называют православными, спросить о сегодняшнем дне, то ответит, наверное, из тысячи, может быть, два или три человека. Это говорит так о том, что мы православно совершенно не знаем истории своей религии, своей веры. А именно православная вера, она, дорогие братья и сестры, кровь мучеников утверждённая. Православная вера, за которую отдали жизни тысячи, сотни и миллионы людей. И эту веру неповреждённую вручили нам с вами. И мы находимся именно в лонец Святой Церкви, неповреждённой Церкви, истинной Церкви, в которой не подкралось ни одно заблуждение. Вспоминали сегодня всех подвязавшихся, всех мучеников, которые кровью своей утвердили истину, всех подвязавшихся отцов, братьев, сестер и матерей наших. Поэтому я поздравляю вас с великим праздником, торжеством православия, с причастников поздравляю с принятием Божественного тела и крови Господней. Дай Бог Святой Таинство и благослови всем нам по спасению нашей души, по исцелению наших телес. Спасибо. Господи Спаси. Субтитры создавал DimaTorzok